Всем привет! На самом деле у меня будет самый лайвбовый трепорт из всех, который я сейчас был. Я думаю, что кто спит, тот может продолжить спать, кто не спит, может проснуться. Да, я быстренько представлюсь, почему я вообще рассказываю про Rustory и про какие-то SDK-шки в Rustory. Я уже год, наверное, работаю в Rustory, руковожу командой, которая занимается SDK-шками, которая занимается интеграцией этих SDK-шек в всякие важные, публические приложения, которые тоже с нами партнерятся. И еще занимаюсь тоже руководством командой Push-сервиса, которая занимается Push-ами Rustory. И, собственно, расскажу вам про то, как всеми нашими SDK-шками пользоваться, что они вам могут дать и зачем вообще мы их делать. Итак, что вообще хотят разработчики? Они в первую очередь хотят сделать приложения, которым будут пользоваться вообще все. Это такая мечта, когда вы, особенно выпустившийся студент, вы думаете, что вы сейчас напишите приложение и все просто начнут пользоваться вашим, там, не знаю, сервисом для учета парковки, где вы запарковали машину или, там, не знаю, какие-нибудь тудушки или так далее. Конечно же, все хотят изменить мир к лучшему. Это самое главное. Сделать так, чтобы вообще все было по-другому. И, конечно же, хотят, чтобы код был идеально написан, чтобы, когда этот код показывался другим разработчикам, все им восхищались и вообще, в принципе, все вас любили только за то, как вы хорошо пишите код. Но что на самом деле мы хотим, да, как разработчики, как паблишеры? И что хочет наше начальство? Это, конечно же, заработать денег. Это самое главное на самом деле. И в целом это честно, потому что, если ваше приложение приносит деньги вам или компании, то, значит, это действительно нужное приложение, которым пользуются, за которое готовы платить. Это такой абсолютный фактор измерения успеха. И что нужно, чтобы заработать? На самом деле, часть вот тех вещей, про которые я рассказывал на втором слайде, они тоже нужны, потому что вы не сможете зарабатывать на приложении, которое никому не нужно. Ну, это как бы такие факторы по умолчанию. Ваше приложение должно быть полезно, оно должно приносить какую-то пользу людям, какую-то value, потому что иначе все остальное вообще бессмысленно. Кроме того, ваше приложение должно быть действительно удобным, потому что, если вы конкурируете с кем-то, и ваше приложение там не такое удобное для пользователя, и им сложно непонятно пользоваться, то здесь вы тоже ничего не заработаете, потому что все будут пользоваться вашим конкурентом. И, конечно же, если мы учли первые два фактора, то дальше вам нужны инструменты, которые позволят вам монетизировать ваше приложение. Как правило, это и на покупке, и рекламу. И, конечно же, нужно еще добавить механику удержания, потому что чем дольше пользователь пользуется, пользователь пользуется вашим приложением, тем вы больше зарабатываете. Пользователь больше смотрит рекламу, соответственно, больше retention, больше денег, все довольные, и пользователь, кстати, тоже в том числе. Начнем с монетизации. Что можно подключить, чтобы ваше приложение вообще работало? Какие-то подписки были, какие-то инапы были? Сейчас на Россию, в принципе, удобных инструментов, которые позволяют подключить подписки или инапы, их, в принципе, нет. Потому что Google Play сказал, все, мы не работаем с Россией, разработчики не могут вывести деньги, ну, если вы российская компания, российское любви в лицо. Пользователи не могут платить российскими картами. И, в общем-то, все, монетизация на этом закончилась. С рекламой примерно то же самое. Поэтому сейчас, в принципе, нет удобных инструментов подписок для подписок и инапов. Кроме, конечно же, подписок через Rusto. Мы их сделали, и они работают. Они достаточно простые. Они же очень похожи на Google Play. На Google Play. Так же самое подключается. В принципе, такие же самые методы, хотя там, на самом деле, не так много методов. Там два метода. Один — это получить список продуктов, второй — это купить продукт. И еще третий — запасной — это получить список покупок, которые пользователь сделал до этого. Все действительно очень просто. Вот так выглядит покупка. Вы вызываете один метод, передаете рядишку продукта, все, профит. Вы получили у себя Google Play о том, что все хорошо зарабатывало, получили деньги от пользователя, и, может, продолжать работать, как вы это делаете с Google Play. Действительно, SDK-шка очень похожа на Google SDK-шку. Она работает в России, в смысле, что сейчас довольно актуально. Очень простая для встраивания в ваше приложение. У нас есть документация тоже достаточно подробная, и у нас есть чатик, про который я попозже расскажу, в который вы можете задавать свои вопросы, и мы вам там поможем, подключимся, и, по крайней мере, посочувствуем. Может быть, не успеем помочь, но мы посочувствуем точно. И еще один большой плюс – это то, что есть админка для управления платежами. В принципе, извернувшись каким-то способом, вы можете подключить какие-то другие инструменты для реализации тех же покупок, по крайней мере, с подписками все сложнее, но покупки, да, через какие-нибудь фишки, SDK-шки, действительно, можно подключить. Но в Русторе у вас еще будет админка, которая будет привязана к пользователям Рустора, где вы можете делать рефанды, где вы можете смотреть, сколько вы заработали, где вы можете какую-то более подробную статистику получать, что тоже немаловажно на самом деле, особенно, ну, если вы не фофан делаете приложение, а какое-то серьезное приложение, которое рассчитано на действительно какой-то заработок денег. Какие есть минусы у этой SDK-шки? Самый главный минус – это то, что она работает только в том случае, если на девайсе установлен Рустор. Потому что, в принципе, все SDK Рустора – это тонкие клиенты, которые работают с самим приложением Рустора и через IPC вызовы всякие. Но мы над этим уже работаем, и я думаю, что в начале следующего года уже будет версия, которая может работать, в принципе, и без Рустора тоже. И, на самом деле, это такое очень большое, очень такое большое дело, на самом деле, да, бедил, потому что SDK-шки, которая позволяет там оплачивать и реализовывать подписки, и которая может работать без установленных каких-то дополнительных сервисов. Это такая довольно крутая штука, потому что сейчас и мир, в принципе, тоже меняется. Google Play продали, да, по крайней мере, в Европе, чтобы разрешить какие-то альтернативные варианты оплат. iOS продавливают, Apple тоже продавливают на это. Азия вообще там просто творится что угодно, там, куча всяких разных магазинов и куча всяких разных способов оплат. И, в принципе, такой подход к SDK-шке оплаты, он тоже позволяет вам встраивать ее вместе со всеми остальными инструментами и получает деньги не только там в России или не только в Русторе, а распространяя приложение, например, там через какой-нибудь Huawei Store или даже через тот же Google Play, если вы пройдете их полиси, подскажите, кстати, если вы попробуете вставить наши SDK и пройти их полиси, очень интересно, мы не пробовали. Вот. То это совсем такое изменение правил игры наступает, потому что вы можете даже дистрибьютировать свое приложение, в принципе, к КПК, при этом с нашей SDK-шкой вы все равно сможете зарабатывать деньги. Такс. Дальше. Как я уже сказал, SDK-оплат и вообще все, большинство SDK-шек в Русторе это, на самом деле, тонкие клиенты, которые работают как просто набор методов по IDLE. Вы вызываете через IDLE приложение Рустора и уже приложение Рустора само выполняет какую-то логику, какой-то бизнес-процесс. Это сделано для того, чтобы, во-первых, получить авторизацию пользователя, потому что в Русторе пользователь авторизован, ну, чаще всего он авторизован, да, он может быть тоже там не авторизован, но, тем не менее, там есть механизмы для идентификации пользователей и, соответственно, через эти методы вы можете получить тот же там список покупок пользователя, не запрашивая внутри своего приложения, никакую дополнительную авторизацию. То есть у вас в приложении стоит SDK и оно совершает методы, совершает газовые методы в приложении Рустора и получает всю нужную информацию. Здесь есть минусы, да, потому что, ну, как минимум, у вас должен Рустор стоять на приложении. Поэтому мы сейчас идем к тому, что, по крайней мере, с биллинг-приложением, с биллинг SDK-шки, отказаться, ну, в каких-то местах отказаться от установленного Рустори непосредственно на девайсе и получать авторизацию через друг форму. То есть мы будем показывать веб-юху, если авторизация будет нужна, пользователь будет регистрироваться, авторизоваться или регистрироваться в веб-юхе, и уже с этой авторизацией мы будем дальше работать. Кроме платежей, платежей, наверное, самое главное, да, о чем стоит вообще начать сказать, что смотрите, у нас есть SDK-платежей, подключайте, есть еще обновления. Обновления, на самом деле, тоже немаловажная штука, потому что они непосредственно влияют на две самые главные вещи. Это первое, это Time-to-Market. Чем быстрее вы сделаете фичу и вывести ее на конечного пользователя, тем быстрее вы начнете зарабатывать деньги, на которые вы рассчитывали. Если вы добавили 5-ый Interstitial в свое приложение, то, наверное, вы хотите, чтобы пользователь начал смотреть этот 5-ый Interstitial завтра, а не через две недели, когда он захочет обновиться. И второй момент – это влияние на adoption, на retention, на принятие этого приложения, на работу с приложением. Потому что если вы зафакапили какой-то релиз, то вам нужно максимально быстро обновиться, и желательно, чтобы пользователь вообще не заметил, что вы там что-то зафакапили. Поэтому вы можете выпустить какое-то хардовое обновление, которое покажет экран, что вам обязательно нужно обновиться, и таким образом нивелировать и не потерять пользователей, нивелировать свои ошибки, и пользователи с вами останутся. У нас тоже есть обновления. Они точно так же, как Billing, достаточно легко встраиваются в ваше приложение. Точно так же он работает, как тонкий клиент. Есть несколько сценариев работы этого приложения. Это обычное, такое один в один как-то сделано в Google Bank. Вы нажимаете кнопочку «Обновить», у вас показывается сначала Activity, экран. Я покажу на этом слайде, да. У вас показывается Activity с информацией об обновлении, вы нажимаете кнопочку «Обновить». На некоторых девайсах у вас еще будут системные окна. Это те девайсы, те лендеры, с которыми мы не смогли договориться о попадании в белый список. На остальных девайсах у вас такого вообще не будет, то есть будет максимально бесшовное обновление. И вы обновляетесь. Все очень прозрачно, очень похоже на то, как это работает в Google Play. Кроме того, есть жесткое обновление. Оно отличается тем, что пользователь не может пройти дальше экрана, собственно, обновление. Да, ему нужно обязательно обновиться. И есть просто методы, которые вы можете вызывать и сами нарисовать любой интерфейс поверх этих методов. Но при этом, да, обновление тоже будет работать просто под капотом. Опять же, как устроена SDK-шка, кратенькая. Это тонкий клиент, тоже приложение Rustop. Здесь это более приемлемо, да, чем с платежами, потому что, в принципе, все разрешения на установку и обновление приложения получает не ваше, да, не конечное приложение, которое устраивает SDK, а все эти разрешения, они уже получены в Rustore. На установку, обновление, там, подключение, оптимизация батареи и так далее. И поэтому здесь логично, что это тонкий клиент в Rustore. Да, как работает обновление, я уже показал, рассказал, все действительно красиво. Кроме этого, пуши, то же самое, это прямое мнение на retention. Отправляйте пуш каждый день, не знаю, с гороскопом, и ваши пользователи будут там делать вам невероятный retention, пока не отвалятся. Но, да, это все шутки, но в целом, действительно, пуши, это, там, первое, что приходит на ум, если вам нужно увеличить там retention вашего приложения и возвращаемость пользователей. Обязательно надо встраивать. Наши пуши очень похожи на Firebase-ные, по крайней мере, интерфейсные. Их встраивать тоже очень легко и просто, там, один метод инициализации. Дальше вы можете получать push-токен, который будете сохранять у себя на backend, там, где-то еще в каких-то базах, чтобы отправлять пуши. Есть такой же сервис, как у FCM, чтобы обрабатывать там data-пуши какие-то, да, чтобы, если вы не хотите, чтобы пуш показывался, а вы хотите просто из пуша какую-то информацию получить, то есть возможность отправлять и получать data-пуши. И все это работает тоже через Roostor. И здесь это тоже оправданно, потому что, если на девайсе у пользователя будет стоять, там, пять приложений, которые будут держать htp-соединение с нашим бэком, да, или веб-софит-соединение, то батарея у пользователя закончится просто, там, через три секунды. Поэтому здесь достаточно сложная схема, на самом деле. Здесь она максимально простая, но, так вот, там все работает довольно сложно, потому что именно приложение Roostor держит веб-софит-соединение с бэком, оно же генерирует пуш-токены, оно же обрабатывает и дистрибьютит правильно пуш-сообщения, чтобы они попадали в правильное конечное приложение через нашу SDK-шку. И, кроме того, мы вот в этом году добавили новый усидчик к нашим пушам, что не только Roostor может дистрибьютить приложения, а другие WK-шные приложения могут интегрировать некоторую хостовую SDK-шку, как мы ее называем, нашу внутреннюю, и другие приложения тоже могут рассылать пуши через, доставлять пуши до конечного приложения через наш сервис. Мы сейчас с Дзеном, например, работаем, и пуши будут через Дзен тоже доставляться вам в конечное приложение. Плюс, скорее всего, в будущем тоже появится еще больше приложений, через которые пуши будут долетать до конечного приложения, и мы постараемся покрыть, по крайней мере, ProNet полностью, чтобы у нас было такое же покрытие, как у Firebase в России. Дальше. У нас есть еще SDK-шка универсальных пушей. Если вы не хотите пользоваться только Roostor, но и вообще, в принципе, да, есть много, ну как много, вообще-то сейчас есть для Android два провайдера пуши в давлении, это HMS и FCM Firebase Cloud Messaging и Huawei Message Service. И теперь еще Roostor тоже есть, да, это теперь третий транспорт. И у нас есть универсальная SDK-шка, которая оборачивает все эти транспорты, и вы можете интегрировать там одну SDK, можете правильно настроить флэдеры в своем приложении, это все тоже у нас есть в замках и документации, как это правильно сделать. И вы можете делать сборку для Roostor, в которой работают вообще все три транспорта, и, соответственно, доставляемость будет довольно значительно выше, потому что вы можете даже через нашу отбишку отправлять пуш сразу в три транспорта. SDK-шка на client-е сама редуплицирует это пуш сообщение по ID-шке, и покажет его только один раз. Соответственно, увеличивается доставляемость. Либо, если вы выгружаетесь в Google Play или в Huawei Store, то вы можете через флэдеры настроить, какие именно транспорты вам нужны, потому что Google очень плохо относится к херавейным сервисам и SDK-шкам. Что еще? Кроме того, что я перечислил, и про что постарался более-менее подробно рассказать, есть еще очень много API-шек и SDK-шек. На самом деле, ВК довольно большой, и там много чего делают для мобилок, но пока не было Roostor, это все было очень разбросано, и даже сейчас мы не всегда можем собрать в одну кучку все инструменты, которые есть для мобилок. Есть еще, конечно же, SDK-отзывов и оценок, есть карты, причем сейчас карты ребята делают тоже свои собственные, потому что вы, наверное, слышали этот прикол с OpenStreetMap, да, который взломали и там напихали много всего интересного на всякие разные улицы. Вот сейчас ребята делают карты уже со своим провайдером карт, то есть все серьезно, все по-взрослому. Плюс есть куча API-шек для публикаций, для оплат, для уработки отзывов и так далее. Плюс, конечно же, есть трекинг, Mindraker и есть реклама Mindraker. Сейчас все это консолидируется вокруг Roostora. Есть еще куча инструментов, про которые я не сказал. Есть свой Tracer, который тоже запускается, работает. Есть Remote Config, что-то вроде Remote Config от Firebase. Все это тоже в процессе разработки, и я надеюсь, что она тоже запустится в ближайшее время, в 2024 год. Для нас будет годом фичных запусков всяких инструментов. И надеюсь, что вы тоже сможете этим попользоваться и рассказать. Немного про трудности, с которыми мы столкнулись. Самое первое, на самом деле, когда разрабатывали SDK-шку, там две основные трудности. Самое первое и самое главное – это зависимости. Потому что идеально, когда вы делаете SDK, которое поставляется сторонним пользователям, это вообще делать без зависимости. Чтобы это было просто одна арка с пустым помником и все. Это вообще идеально. Вообще просто красивый мир. Но, к сожалению, так не получается. И у нас ребята пишут свой Fat Array. Наверное, вы слышали про этот плагин китайский, который собирает все в одну кучку, в одну библиотеку. К сожалению, его писали китайцы в 2006 году или каком-то там году. При этом они его уже не поддерживают. И ребятам пришлось переписать этот плагин, написать свой аналог Fat Array, который собирает все библиотеки в кучку. И я надеюсь, что они тоже… Ну, это тема вообще отдельного доклада, на самом деле. Чего там пришлось покушать, чтобы написать этот плагин. Кроме того, они еще довели туда… Ну, в смысле, когда я говорю «ребята», это в смысле «команда SDK», не я один. Вообще давно не пишут плаги, только в джире эти какие-то старые. Вот. И еще туда добавляется шейдинг, чтобы можно было вообще от всех зависимостей избавиться. Да, не только Fat Array добавят, а еще и не тянуть там какие-то… такие «команда библиотеки», типа там, не знаю, OkHttp того же, чтобы не было проблем с версиями. У нас, например, была проблема с тем, что один из наших паблишеров использовал нашу SDK-шку, ему пришлось обновить корутины, потому что мы использовали корутины чуть выше, чем у него. И он такой «ну, блин, спасибо, мужики, все, мы пошли на два месяца обновлять наше приложение, чтобы использовать более новую версию корутины». Вот. То есть да, это довольно важная штука, это, наверное, самая важная штука в SDK-шках. И второй момент – это IPC, потому что, как я уже сказал, почти все SDK, кроме, наверное, Remote Config, это тонкий клиент к самому приложению Roastore. И Roastore писался достаточно быстро, потому что нужно было максимально быстро запуститься. И сейчас это стреляет нам в ногу, потому что теперь нам нужно думать над блестенностью. Тоже есть какие-то идеи, какие-то… Сначала мы думали, что можно просто делать метод с префиксом b2, b3 и так далее, но это тоже не очень хорошо работает, на самом деле. И текущий вариант, он пока не реализован, но он в мыслях. Это некоторый level pass, да, чтобы у вас был один метод, и вы просто обменивались через аидлы сообщениями, в которых будет некоторая мета-информация там про версию и про обратную совместимость. Но это пока еще далекие планы. Я надеюсь, тоже уже конкретно разработчики приедут и расскажут про то, как они это сделали. Тоже довольно большая тема. И вообще, в принципе, почему я сюда приехал, да, почему рассказываю про Roastore, потому что нам очень важно общаться непосредственно с разработчиками, с нашими клиентами, по сути, да, с паблишерами, которые, надеюсь, будут пользоваться нашими SDK, которые смогут там дать какой-то фидбэк. Все ваши проблемы, все ваши заботы, это на самом деле наши проблемы и наши заботы. Мы даже специальную команду сделали, которая, так и называется, интеграция, чтобы помогать людям интегрировать наши SDK-шки к себе. И это прямо ребята, которые сидят и разбираются с проблемами, которые возникают у паблишеров. Паблишеры — это, в смысле, разработчики приложений, которые публикуются в Roastore. Поэтому, да, мы обычные люди. Мы не Google. Мы не отписываемся. Отписываемся, да, бывает, конечно, пишем просто на почту, что мы с вами свяжемся. Но в целом у нас есть чатик для девелоперов. Присоединяйтесь. Мы все читаем этот чатик. Конечно, не всегда отвечаем по выходным или по вечерам особенно. Там люди писали в 2 часа ночи, что давайте на Roastore добавим вот такой фичер. Это очень полезные сообщения, очень интересные. Но, тем не менее, мы действительно читаем все сообщения, смотрим на какие-то баги, реагируем на какие-то осадные вещи, которые мы считаем осадными. И слушаем все мнения. Они действительно полезны. Потому что бывает очень много всего интересного. И еще ссылочка на гидфлик. На самом деле большая часть наших SDK, особенно оберки над Kotlin с кеми SDK, для Flutter, для Unity, для GoDot, кстати, тоже. Прямо буквально недавно написали. Для React Native это все публикуем на гидфлике. Я надеюсь, когда мы еще зеркало настроим на гидфаб, но пока руки не доходят. А на гидфабе публиковаться мы боимся, если честно, потому что могут прийти и заблокировать. Но вот на гидфабе весь наш код есть. И на самом деле на этом все. Вопросы, предложения, улучшения. Спасибо большое за доклад. Довольно лайтовый и при этом информативный. Появился вот такой вопрос, когда говорили про то, что какие есть сервисы вообще в Русторе, там про карты, про пуши. А есть ли какой-то сервис для смсов, чтобы сделать, допустим, приложение и аутентификацию пользователей? Потому что появилась у меня как у разработчика недавно такая боль, что используя Firebase для аутентификации по номеру телефона, он просто не работает с телефонами МТС и Йота. Бывает так, что просто не отправляются смски. И непонятно, с чем связано. То есть по фиксии просто нет. Пока у нас смс нет на самом деле. Возможно, когда-нибудь туда появится, на самом деле отличная идея. Вы меня запомните, в общем. Да, я, главное, запомню идеи. Потому что действительно может быть полезно в целом. В общем, классная идея. Спасибо большое. Сделаем. И второй небольшой вопрос. Как валидируется приложение, когда ты его выкладываешь в Рустор? Потому что вот буквально, ну очень давнее время назад публиковался, когда еще был голубой-голубой океан в Русторе. и все просто, кому не лень, делали приложение, туда выкладывали. И ты смотришь, у тебя приложение не выложено, а выложено, типа, симулятор дерева, симулятор камня, там, ну вот. И сидишь в чате, как Рустор, и периодически ржешь с приложения, которые есть. А запись идет, да и... Просто, чтобы не отвечать на это. Запись вопрос найдет. Ну, на самом деле, модерация действительно есть. Модерация, на самом деле, довольно качественная. Я думаю, что не раскрою никакие НДА. Мы иногда периодически там тоже живем над некоторыми приложениями, которые блокируют Рустори, да, там, всякие экскурсии по интересным местам Питера с возможностью, там, оплатить некоторым данным, дамам некоторые услуги. И такое блокируется тоже, да, достаточно быстро. На самом деле, на самом деле, вообще-то такого опыта нет, да. Мы не могли просто... Я сейчас говорю в целом, там, о том, что я думаю, да, я тоже повторюсь, что я точно не знаю, как работает модерация. Кроме модерации, никто не знает. Да, у меня нет туда доступа. Но, в целом, сейчас ребята формируют правила и дописывают их практически на ходу. То есть, возникают некоторые интересные ситуации, да, там... Но это больше отталкивается, типа, от опыта. Да. А, вот это нельзя точно. Совершенно верно. Совершенно верно, что, типа, к нам приходят, например, какие-то приложения, которые выкладывают иконки, похожие на госуслуги, например. В принципе, они не нарушили никакие правила, но иконки похожи. И приходится менять полиси, да, менять условия использования, там, публичные оферты тоже приходится менять и удалять такие приложения. И это все такой опыт, который идет вот прям таким... Вот прямо сейчас формируется, если что. Поэтому... Ну, на самом деле, симулятор автобуса – это одно из топовых приложений в Руссторе. Прикольное приложение, кстати, есть, называется «Я богатствую», это 50 тысяч рублей в Руссторе. И там просто, короче, экран и алмаз крутятся. Для этого приложения нам пришлось поднимать линиты по оплатам. Я понял. И все работает. Спасибо еще раз за доклад. Вот, там, были вот недавно новости, что вот скоро там Apple заставят тоже добавить... Короче, заставят тоже добавить себе какие-то сторонние маркеты. Вот, планируете ли вы Русстор делать на iOS? Планируем. Следующий вопрос. Вот, и еще такой вопрос. Будет ли там на телефонах, которые официально возятся в Россию, предустановлен Русстор, как это, по примеру, с Янтексом происходит? На самом деле, насколько я знаю, уже на всех официально возимых девайсах уже предустановлен Русстор с января прошлого года. С января этого года. То есть, он уже весь год предустановлен и приходит. Соответственно, спасибо. Ну, будет много чего. Спасибо большое за доклад. Очень интересно было. Насыпил момент про распределенные пуши, что, мол, можно доставить с разных приложений. Какие-то проекты можно почитать подробнее, как это работает? На самом деле, есть мой доклад с Мобиуса. Там частично тоже про это рассказано. Есть еще, если хочется именно про кусочек мобильных пушей, это мобильная часть. Есть еще доклад Кирилла Алексеева из Highload. Это человек, который тоже бэкэндом занимался у нас достаточно много. И он там подробнее рассказывал про боковую часть. Вот два доклада, которые можно посмотреть. Там чуть больше информации непосредственно про пуши как раз. Про то, как устроены пуши. Но, если вкратце, то фронтовая часть, там мобильная часть, которая выбирает, какое приложение должно работать в этот момент, какой сервиз должен работать в этот момент, там просто очень много сложной всякой юристики написано на самом деле. Там проверяется, какие разрешения есть у каждого приложения. Все эти приложения отписываются на бэкэнд, что я приложение такое, у меня есть такие разрешения, у меня такие разрешения. И бэкэнд говорит, что приложение с максимальными разрешениями в этот момент будет работать как мастер условно говоря. И тогда остальные приложения, они просто не запускают фоновые процессы, а запускается только одно. Плюс мы подписываемся на события в системе удаления приложений, выдачи каких-то новых прав к приложению и так далее. И при каждом таком эвенте мы перевыбираем мастера, потому что приложение может удалиться, может новое приложение установиться с лучшими правами и так далее. Это если вкратце. Понял. Наверное, веселые вентесты, конечно, все. Куда? А вот еще такой вопрос. Есть ли у вас публичный roadmap по таргетам adoption rate ваших инструментов среди разработчиков? Или это все по NDA внутри у вас? Это достаточно. У нас, конечно же, есть всякие KPI и OCR, но это все внутренняя кухня, и на этом мы такие штуки будем публиковать. Ладно. Спасибо большое. Спасибо большое за доклад. У меня два больших вопроса. Во-первых, интересуют инапы. Есть ли сейчас тестовость данных инапов и насколько легко они интегрировались? Буквально вот с завтрашнего дня ребята приступают к задаче, которая так и называется sandbox. И мы планируем до конца года сделать песочницу, чтобы потом можно было нормально тестировать. Потому что, да, действительно, сейчас приходится делать там товар с ценой в один рубль, чтобы что-то нормально тестить. Но, понимаем, что это неудобно. Особенно у нас есть еще всякие ребята, если вдруг кто-то следит за Rustore, то мы совершенно недавно открыли возможность работать для не диссидентов в Rustore, а у них вообще проблемы с тем, чтобы провалитировать. Ну, у них нет просто российских актов, которые работают в Rustore нормальных, и им без sandbox вообще просто не жить. Поэтому задача важная, приоритет повышен, мы в процессе. Прошу, потому что мы ждем. Отлично. И второй вопрос. Это для кого не секрет, что в Google Play обязательно продажи инапов, а не покупки по карте? Есть ли шанс, что в Rustore тоже будет обязательно требование продажи инапов? Что ты имеешь в виду под продажей инапов, а не по карте? Ну, то есть, имею в виду, что вот есть инапы через сервис стора какой-то, через Google Play, например, а есть там, например, через Uber банка? Да, я понял. Нет, на самом деле, конечно же, что-то может поменяться, но, честно говоря, я бы пока что не так, чтобы особо сильный конкурентный по сравнению с Google Play, даже несмотря на то, что там у нас есть свои оплаты. Поэтому, если мы сейчас начнем вводить какие-то жесткие требования для разработчиков, то это типа выстрел себе в новую. Да, у нас можно, если есть в Ubube, и хотите через Ubube, получать бабки, продавать что-то, а то флаг вам в руки и никто запечатать не будет. Спасибо, у меня все. Но это не так удобно, как с нашей SDK-шкой. Привет, спасибо за доклад. У меня вопрос тоже про пилинг. Вот сейчас в Rustore и в Google, когда я покупаю подписку, я могу зайти в свой профиль и посмотреть все используемые подписки. Вот, как я услышал, вы хотите отрезать свой пилинг от Rustore, и, соответственно, вот, возможно, подписки туда не будут попадать, либо вы их сделаете иначе, например, как у Тинькофф пилинга, да, он ни к чему не привязан, и как разработчик я должен в приложении делать кнопку, отписаться, да, и то есть раньше у меня была вот экосистема, в одном месте все подписки, и вот непонятно, что в Rustore хотите сделать. То есть вы хотите от этого отказаться, или что значит вот отвязать пилинг от Rustore? Отличный вопрос. На самом деле мы хотим просто немножечко переделать авторизацию. Смысл останется точно такой же. В принципе, если раньше до этого не было никакой авторизации пользователя, да, никакой экран авторизации не поднимался, а просто уходил запрос в Rustore, спрашивал, расскажи мне про этого пользователя то, что нам нужно, то сейчас мы хотим сделать авторизацию на вебморге Rustore внутри SDK. То есть пользователь точно так же будет либо авторизоваться в свой аккаунт Rustore, который у него же есть. Ну, мы в Rustore в рамках в墨 работает, на самом деле вся авторизация в Rustore – это авторизация ВК-IT, такой глобальный аккаунт пользователя. То есть он будет либо авторизоваться в свой VK-IT, либо если он еще не пользователь Rustore, то поэтому в VK-IT будет создаваться в его профиле в Rustore, и точно так же к нему будут цепляться все подписки. То есть если ему нужно будет там удалить какую-то подписку, который он купил в вашем приложении, и у вас нет этой логики, то он может зайти либо на сайт Рустору, либо скачать приложение Рустору, в него залогинится, и там будет тот же самый список подписок. То есть пользователи никуда не деваются, они точно так же привязываются к подписке, вы точно так же видите все покупки по пользователям, рефанды можете делать. Здесь ничего не поменяется, здесь только меняется флоу того, как мы будем получать авторизацию этого пользователя. Спасибо. Спасибо за доклад. На обзоре будет в следующем году. А туда просто уже тянут фларт, кмп и прочее. СДК-то на чем будет на Аврору в первую очередь? СДК в первую очередь, все СДК в первую очередь, оно написано на Kotlin, ну соответственно сразу это Kotlin Java, потому что у нас есть много помощников, которые чистый Java используют, поэтому мы следим за тем, чтобы, несмотря на то, что написано на Kotlin, оно нормально работало на джеве, там тоже бывают нюансы, как оказалось, что все не так просто, хотя типа рекламируют, что вот Kotlin Java и Сединар, но типа бывают нюансы. И есть еще обертки под Futter, есть еще обертки, как я уже сказал, тоже под Google.com, под Unity, под Unreal, потому что у нас много игровиков, и наверное все. Ну в общем, в принципе везде. А еще под Default есть, Пуши, кстати, есть под игровой движок Default, и там нам как раз пришлось заморочиться с GNI, чтобы, потому что в Defaultе плагины пишутся на плюсах, и соответственно GNI плюсы, вот эту всю связку надо было настроить. Поэтому, если есть желание написать обертку над наших SDK под что-то кастомное, то you're welcome. Окей, отлично. Можно даже нарасти, наверное. Уберя Дубович, у меня вопрос. А планируешь ли Русстоя раскатываться на другие страны, потому что русский рынок он сегодня довольно ограничен, и профит от Русстоя будет всегда меньше, чем от других сервисов? Спасибо. Ну смотри, на самом деле да, это тоже действительно хороший вопрос, и в целом все это прекрасно понимает, что Россия, конечно, достаточно большой рынок, но не такой большой, как хотелось бы в целом. Поэтому сейчас, я вот недавно говорил, что как раз таки открыли регистрацию для нелезетельных, как раз таки для людей, которые из других стран хотят публиковать приложение в Русстое. Это как бы первая часть, потому что чтобы раскатываться там на весь мир, на Азию, куда-то там еще, то нужно, чтобы там были какие-то кастом-приложения, которые будут там востребованы. И второй экологичный шаг, это как раз таки уже для пользователей раскатываться на весь мир. Вот. И сейчас еще первый шаг в процессе, то есть нужно сначала доработать вот эту всю штуку, чтобы ни резиденты, ни разработчики, ни из России могли нормально публиковаться, нормально получать деньги, нормально тестировать биллинг, нормально тестировать все SDK, и после этого уже делать все остальные шаги. Поэтому да, в планах это есть, я подробнее и точнее сказать не могу, потому что я немножко не кем руковожу, это там дядьки, которые там на этаж выше сидят, про это все думают. Но в целом, да, в целом это логично, и, конечно же, хочется к этому прийти. Спасибо большое за доклад. У меня два вопроса. Один про Роспорт в целом, моего политику, второй про ваши планы по развитию Росптора. Так, в общем, при загрузке приложения в App Store или Google Play есть такой процесс как Review, который с стороны разработчиков скорее создает проблемы, такие как увеличение срока релизов и так далее. Но при этом обеспечивает обеспечивает безопасность пользователей. Вот вопрос. Есть ли у вас такой процесс и чем он отличается от Review процесса в App Store и Google Play? Смотри, я сразу сделаю ремарку, что вообще в целом во всех Сторах и в Google Play, и в App Store, и в том числе и в Русторе команда, которая занимается модерацией Review и всем остальным, это люди, которые вообще ни с кем не общаются больше. Потому что это прямой конкретно интересов, поэтому они как бы совсем отдельные люди. Поэтому я не могу точно тебе рассказать, потому что я не знаю, как там у них все устроено, и никто, в общем-то, из обычных разработчиков Рустора не знает. Ну иначе, не знаю, могли бы мне там заносить денежки, а я бы вам рассказывал, как правильно пройти модерацию. Типа того, что куда загрузить, чтобы вы быстрее прошли модерацию. Поэтому я точно, ну просто физически не могу рассказать, как это работает, но там есть действительно очень много всяких разных проверок, и по моему личному опыту, по моему опыту. Потому что даже когда мы делаем тестовое приложение, мы все равно проходим ревью, мы не можем просто так выложить приложение в Рустор. то там есть некоторая минимальная ревью, да, которая, во-первых, проверяет то, что у тебя приложение вообще, в принципе, работает, да, что оно делает то, что заявлено в описании, там показывает видео, или там загружает файлы какие-то и так далее. И, конечно же, там есть очень большой пласт, который, в принципе, валидирует это приложение на все возможные уязвимости. Это тоже не секрет. Мы с Касперским работаем в партнерстве, которое тоже нам помогает, собственно, проверять все эти приложения на вирусную и так далее. Там очень много всяких автоматических проверок тоже у нас построено по всяким, опять же, там, вирусным базам и так далее, по всяким фишинговым системам и так далее. Поэтому там очень такая большая жирная система ревью и проверки на какую-то вредоносность. Она там действительно есть, и там все это гоняется достаточно сильно. Тут еще добавлю, что загружая приложение вруссор, можно офигеть от того, как быстро оно ревьюется, да, по сравнению с Google Play'ем. Google Play'ем это два дня, в лучшем случае, вруссор это 20 минут. Тут прикол в том, что мы все-таки не такие большие, как Google Play'ем и у нас просто больше рубки, больше ресурсов на одно приложение, чтобы все это прогнать. Поэтому все так быстро проходит. Но на самом деле проверки все не менее серьезные. Окей, круто. Надеюсь, рассказал. Да, давай немного скажу, больше вообще спросил, потом к следующему вопросу приедем. Короче, когда говоришь про ревью Play'emarket, App Store, сразу ты по статьям «Review guideline» типа для компании. А вот я сейчас погуглю, как будто она где-то глубоко лежит, или по ревью. Да, я понял, о чем ты говоришь. Это тоже хороший камень в наш огород. У нас действительно есть статья с, ну, не гэдлайном, а по крайней мере с тем, что нельзя делать, да, что нельзя делать в приложении, чтобы нормально пройти ревью. Постараемся вытащить ее куда-то повыше, чтобы это было поочереднее. Окей, супер. Ну и опять, если что, чатик с Rustor.devchat, приходите туда с вопросами, и там ребята накидаются в очередь всяких раздавок. Спасибо. И второй вопрос. Ты сказал, так сказать, что все ваши инструменты, которые интегрируются в приложение, работают только с установленным Rustor. Большинство, да. То есть, условно, глупый вопрос, немножко, вот, интегрирован мобилен, там, что-то еще. Если, вот, пользователь качнул приложение, чьи за Rustor у него интегрированные инструменты, потом Rustor удаляется с Rustor девайсом, все падает. Правильно? Да. А как вы планируете это именять? Мы надеемся, что во всем мире везде будет стоять Rustor на Rustor. Нет, на самом деле, на самом деле здесь очень зависит от того, что это за SDK-шка. Опять же, с биллингом, наверное, самый такой болезненный пример, и там мы будем отказываться от использования приложения Rustor, использования в сторону аутентификации через веб. Я авторизация, я все время путаю. В случае с обновлениями здесь никак не откажешься, потому что, в принципе, сам механизм обновления, он на самом деле в Rustor, там мы просто просим Rustor обновить, соответственно, если Rustor нет, то и обновить приложение ты никак не сможешь, в принципе. В случае с push-ами вот эта схема с тем, чтобы хостовая часть была распихана в разных приложениях ВК, чтобы максимально покрывать большое количество пользователей с отзывами, мы тоже будем уходить больше в сторону веб-авторизации и какого-то Rustor, чем использует Rustor. И плюс у нас еще в планах это некоторые универсальные обертки над SDK-шками, чтобы тебе не нужно было интегрировать апдейты от Rustor, апдейты от Huawei, апдейты от Google, а ты интегрировал некоторую универсальную SDK-шку, с push-ами сделанную, и вызываешь нужные методы, и в зависимости от того, на какой системе ты находишься, какую политику ты настроил, у тебя нужные обновления срабатывают. Вот. Такой у нас план. Надеюсь, тоже ответил, не запутал. Спасибо большое, очень информативно. Так, у меня на твой ответ второй, еще один вопрос на платком, успеваем по времени? Да, да, в общем, ты сказал, что... Одну секунду, что будет разговаривать. Я там много всего говорил, да? Мы говорили про ревью приложений Rustor, вот это все. Это не ловко, я, короче, у меня только что был, и ладно, забыли вообще. Это бывает. Старости вообще все просто. На самом деле, еще будет возможность задать вопрос, уже нет. Баскет, я вас просил. Вернулся. Есть ли у вас private publishing закрытые, 10-го года задолжение? Это тоже в процессе. На самом деле, да, не первый запрос, который приходит. Действительно, у нас есть много publishing, в котором нужно хотя бы из поиска убрать свое приложение, да, просто, чтобы оно там по прямой ссылке находилось, а в поиске не находилось. Это тоже в процессе у нас сейчас появилось, честно говоря, я не помню, выкатили уже или нет, но у нас сейчас появляется приложение для тестировщиков. то есть, ты можешь раскатать на какие-то определенные БК-ИД, чтобы только им было доступно приложение. Кажется, что буквально неделю назад, или две недели назад это выкат. Ну, и в целом, да, пока что нет, пока что есть только вот такое а-ля бета-тестирование, но в будущем мы планируем тоже чуть больше расширить этот функционал, чтобы там не только бета-тестирование, а вообще приватная доступность приложения тоже была. Да, просто, вы же, когда вы это сделаете, мы вас расцелуем, у нас продукт промышленный, и много-много клиентов, много девайсов, ну, какие-то, короче, своей системой пока не хочется, придите, если какие-то свои маленькие оберночки, ну, в общем, вы очень поможете. Спасибо. Так, и теперь, похоже, вопросы закончились. Спасибо.